Привет, с вами Люк на официальном канале М5Стак. Сейчас непростое время, и время Хэллоуина. В 2020 году мы повидали много чего жуткого, и речь идет не о привидениях и гоблинах. Кругом все закрыто, социальная дистанция и маски. Все это повлияло на отношение к Хэллоуину в этом году. Однако это не означает то, что мы не можем немного порадоваться празднику. На этой неделе мы используем Кор 2 в нашем проекте. Сделаем пугач, который срабатывает в тот момент, когда люди будут оказываться вблизи. Когда ПИД-датчик сработает, мы увидим страшную картинку и услышим вопиющий крик. Хорошо, давайте посмотрим, как сделать такой проект. Сначала мы должны найти подходящую картинку, которая, конечно же, должна быть меньше, чем разрешение дисплея, 320 на 240. Я взял картинку сайта Royalty Free Image с размерами 250 на 250 пикселей. Я конвертировал ее из GPG в PNG, поскольку UI Flow не поддерживает первый формат. Прокрутим список вниз и выберем PNG. Кликнем на кнопку «Экспорт». Появится куча всяких настроек. Я разобрался, как уменьшить вес файла. Когда-нибудь можно будет добавлять большие PNG-файлы, ну а сейчас, пока этого не случилось, мы ограничены 50 килобайтами, поэтому давайте отключим большинство опций, которые придают файлу вес, больший, чем нам надо. Нажмем «Экспорт» и увидим новый файл с весом меньше 50 килобайт. Следующее, что нам нужно, найти звук вопиющего крика. Используем Google. На ресурсе soundbible.com. Хороший сайт. Тут есть возможность прослушать онлайн, а затем скачать. Мы скачиваем WAV-версию. Когда файл будет скачен, сократим его имя, дабы избежать программных сбоев. Коротко и ясно. А сейчас загрузим этот файл. Загружать файлы через сайт UI Flow неудобно, поэтому используем приложение Tommi. Включаем устройство. Во вкладке «Приложение» запускаем любое приложение. Наша задача попасть в R.E.P.L. с помощью данного трюка. В Tommi есть внизу раздел с файлами. Нам остается лишь скопировать файл. Щелкнем по файлу правой кнопкой мыши и выберем «Upload to Flash». Увидим прогресс «Bar», отображающий состояние загрузки. Вот и файл уже в памяти устройства. Теперь переходим в UI Flow. Это UI Flow. Вы можете выбрать стабильную или бета-версию. При этом на базовом устройстве Core 2 должна быть установлена последняя версия программного обеспечения. Выбираем Core 2, конечно же. Хорошо. Давайте добавим PID Unit. Так. Теперь мы должны загрузить ранее созданную картинку. Нажимаем «Добавить изображение». Выбираем картинку и загружаем. Отлично. Теперь перетаскиваем держатель места для изображения на дисплей. Выбираем имя изображения из выпадающего списка и устанавливаем координаты для того, чтобы изображение стало выровнено по центру. Предпросмотр пока недоступен, так как изображение будет загружено позже. Сделаем изначально изображение скрытым. Вначале установим блок, скрывающий изображение. А перед этим добавим блок, окрашивающий дисплей в черный цвет. Фон моей картинки тоже черный. Хорошо. Возьмем блок «Бесконечный цикл» и добавим в него блок с простейшей логикой. Если ПИД обнаружит движение, то юнит вернет значение эквивалентное логической единице, иначе — нолю. Добавим еще условие «Иначе». Возьмем блок, показывающий изображение, и добавим его в условие «Если». И добавим такой же блок с аргументом «Скрыть» в условие «Иначе». Ну вот, мы сделали работу картинки. Теперь позаботимся о звуке. Переходим в раздел «Динамик» во вкладке «Аппаратное обеспечение» и перетаскиваем блок, воспроизводящий звуковой файл. Нам остается вписать имя файла в качестве аргумента. Чтобы добавить «Молчание» после крика, добавим временную задержку здесь. Установим 3 секунды. Класс. Это должно работать прекрасно. Если вы захотите загрузить несколько звуковых файлов, а затем воспроизводить их случайным образом, то используйте список. Присвойте переменную с именем «Скринс». Так. Добавьте текстовые элементы списка, содержащие имена звуковых файлов. Все три файла названы почти одинаково с некоторыми различиями. Теперь давайте установим это в начале кода. Возьмем блок, позволяющий получать элемент списка по номеру. Вставим в него блок, возвращающий случайное число. Хорошо. А сейчас мы загрузим скетч в устройство и посмотрим, как это работает. Проведем быстрый тест на работоспособность. Да-да. Мы видим изображение и слышим звук после того, как проведем рукой возле ПИД юнита. И, конечно же, случайный выбор звуков тоже работает. Вы можете установить этот пугач на дверь, чтобы припугнуть кого-нибудь. Если у вас есть вопросы, то, конечно же, задавайте их в комментариях. Не забывайте нажать на «Нравится» и подписаться. Команда M5Stack желает вам счастливого Хэллоуина. До свидания. Ведущий Люк Хендерсон перевел на русский язык Димми. Текст читал Сергей Колбинцев.